скин с киндер виски нормальный скин да у меня кусался и стендерзовый поэтому красивые мелочь этот тебя до сегодня спрашивают ты вообще чем занимаешься ты как отвечаешь я фотограф ты фотограф да только фотограф пока да а нет ощущения что вот ну чем старше становишься тем кажется что как-то маловато да конечно какие у тебя еще планы есть что планы очень как вот и воспринимаю что все лет пять точно ходишь да да я помню что решат алиева на мастер-классе да я вот тогда только-только начинал да вот прямо сейчас мой старт можно сказать что мы что-то если года ну вот если взять то время и сейчас то есть вырос неплохо то есть в профессии продвинулся и у тебя отношение к профессии как-то поменялось вообще ты думал об этом да даже больше не профессии больше отношения к самим свадьбам ну последний лет пять я снимал чисто свадьбы но не считая семейных фотосессий и так далее времени на остальное просто не хватало и вот время карантина мне очень помогло честно и прошлый год думал что я этот год последний на снимая просто брошу фотографию то есть у тебя такая усталость когда придал на это просто конвейер ты снимаешь обрабатываешь на раёшь снимаешь его у тебя на остальное времени просто нет далее карантин в свободное время все свадьбы отдал и раздумья что делать дальше я записался на курсы по фотографии это ты как просто ты уже пять лет вот и да я решил нужно что-то изучить начал изучать на курсах преподаватель он искусствовед он немного повел в эту тему и я открыл для себя другие просторы фотографии кроме свадебный намного интересного это связано с тем что у тебя было в социальных сетях вот с этими портретами там ты что-то изображал с брызгами черный белый формат да да и то есть это вот это погружение да да это погружение ну что это значило ну смотри со стороны да взгляд допустим пример человек за тобой не следит то есть он не знает кто такой скиндерусинов и тут он видит что человек делают такие композиции да ты вот этим что хотел сказать что ты какой-то новый путь ну пока у данного пути пошел или это что он такой я просто хотел попробовать честно я много читал про искусство про истории искусства как она развивалась как люди к этому приходили и у меня возникла вот такая идея рассказать о чем-то таким вот способом знаешь вот отличается тем что я думал зачем она мне надо это надо покупать холсты но это примерно 5-6 тысяч рублей непонятно на что на отдавать а потом думаю если не сделать что изменится ничего а если сделать может что-то изменится мне лично самому было интересно это сделать и почувствовать вот эту всю атмосферу создание то есть это было как эта группа да там вы все это делали или мнение это я один я просто читал книги да мне интересно стало искусство я хотел попробовать тоже окунуться в этот мир слушай а это не похоже на то что тебе в рамках профессии места мало стало может быть все-таки свадебный уровень при том что он очень сложный как профессия реально то есть я когда говорю про свадьбу я говорю что это ну один из самых сложных видов работы связано с фото и видео потому что все быстро меняется все быстро работает да то есть там нужно успевать за всем следить то есть это уровень серьезно но у свадеб есть такой парадокс то есть когда у тебя много свадеб получается какой-то конвейер получается что ты уже какая-то то есть ты упираешься в какой-то потолок и дальше не развиваешься да то есть по сути ты у тебя хороший сетап там тебя много техники ты как бы в принципе профессионал но ты бы знаешь деградировать на потому что у тебя конвейер постоянно ничего не меняется это одно из причин то что я вообще перестал снимать свадьбу именно вот это потому что но как человек который она не любит что в конце но не любит знать что в конце да этому писать и книгу все время читаешь а ты знаешь кто убил там ну условно говоря да вот это что-то похоже вот расскажи вот про это про этот творческий но это не кризис а путь поиск поиск на что это такое да я тоже пришел к такому выводу что свадьбы это не творчество это конвейер это сложная работа ты работаешь с людьми это очень сложно это сложные по здоровью потому что бывает что пять дней подряд ты снимаешь ты не спишь ты болеешь тебя температура ты должен поехать и отснять эту свадьбу на ты должен отработать я вижу свой прогресс точнее его перестал видеть вот последние три года вот как я фотографировал да немного там цвет получше стал немного композиция то все но именно прогресса скачка такого нету а время летит я просто сел подумал я снимаю уже шесть лет а изменений практически никаких те же свадьбы похожие постановы свадьбы ограничены в том что у тебя есть определенные условия тебя привели туда туда ты из этих условий что-то создаешь фотографируешь творческая съемка это совсем другое ты изначально создаешь что-то какой-то проект ты планируешь где это будет сниматься при каком освещении какие будут детали что будет изображено и тогда ты уже доносишь свои мысли через фотографию или пусть это будет видео такое нибудь то есть смотри получается до карантина у тебя были мысли же ты полностью уйдешь с профессия да да вот карантин случился но принципе такого в перманентом таком состоянии находится да то есть он принципе и продолжается сейчас все планы какие ты еще планируешь ну я планирую дальше развиваться фотографии может быть уходить потихоньку от свадеб я еще точно не уверен но я скорее всего буду ограничивать себя свадьбах оставлять больше свободного времени на творчество вот последние полгода я до карантина отснял отдал все свадьбы карантин начал заниматься вот что чем-то творческим и думаю все дальше я буду снимать проекты вместе со свадьбами как начались свадьбы все проекты забылись ну конечно если тебе это восемь неделю четыре дня это свадьбы то я по опыту знаю тебе просто сделал ничего не хочется не мораль не знаешь еще какая такая ну коварная штука со стороны свадеб что это такой большой но нормальный чек денежная солидный чек что потом просто банально делать творчество тебе просто не хочется потому что ты понимаешь что если это свадебная смена там это столько-то денег если творчество это во первых ноль денег а во вторых чем уже кому-то еще что-то да то есть тут получается уже такая дилемма внутри себя то есть ты думаешь так или пример тебе предлагают какой-то интересный классом творческий проект это будет социально какой-то сделать интересно а там заработок на минимальная и ты уже как бы снова уже кидаешь на весы то есть или отработать полноценную свадьбу или идти на проект вот у свадьбы то тоже есть такая штука и не всегда ты можешь делать правильный вывод в пользу творчества и понятно почему в принципе так губы смотри вот ты говоришь ты фотограф да я так понимаю видел что у тебя есть интерес к видео к видеосъемке скажем так как ты вообще понимаешь это но вот видеосъемка это что я не беру про свадьбы я верю что это как бы как язык до языка да то есть как инструмент вот как вы понимаешь как уточни по ну то есть в каком направлении пусть развиваться ну понятно что хочешь не снимать свадьбы так понимаю потому что это как бы ну а это отдельно я понял видео тебя в каком качестве привлекает то что ты хочешь видео видео больше возможности чем фотографии донести свои мысли видео самое важное что видео есть это звук можно добавить звук добавить каких-то ощущений импрессии дополнить реально дополнить через видео легче передать атмосферу допустим фотография ограничена даты снял серию 10 фотографий показал в 10 фотографий тебе нужно уложить вот все что показать видео это более такой формат более как гибкие не знаю назвать более но скажем так видео наверно прочие индивидуально исправить то есть просто инструментом более такой потенциал что ли до более потенциал высокий у него ну это понятно потому что он сделать гениальную фотографию намного сложнее чем ты снять гениальный фильм вот мне кажется что именно именно потому что фотография ограничена то есть вот в этих возможностях то есть тракурс поймать сложно. Ну, значит, заканчивая тему с фотографией, да, то есть у тебя в планах свадьбы есть, да, и плюс какое-то творчество. Да. Что касается твоей свадьбы. Я знаешь, ну, я как бы не, я не из тех, типа, знаешь, которые спрашивают, что когда свадьба, а ты вообще к этому как относишься? Ну, в принципе, как к явлению, я не знаю. К самому событию свадьбы? Ну, вообще, ты понимаешь, я думаю так, да, я немножко не в вопросе сейчас, да, потому что я как бы сам женат. Я думаю, вот сейчас, вот в 20-м году, какое отношение вообще к этому, к свадьбе, ну, это вообще как воспринимается людьми, которые еще не женаты? Сам свадебный обряд, да? Нет, вот само желание, нежелание, то есть ты хочешь какую-то большую свадьбу, ты хочешь маленькую свадьбу. Нет, я лично, я свадьбу делать не хочу вообще. То есть ты уже... Мне это неинтересно. Я не понимаю, для чего, для кого я ее буду делать. Мне нужен человек, все. А если ты у человека скажешь, ну, я первая дочка, там, нам 650 человек надо на свадьбу. Если этот человек хочет, конечно, пусть делает этот человек свадьбу. Лично я... То есть ты, ну, как бы ты знаешь, что у тебя, с твоей стороны, как бы вот такой, да? Да, да. Никях и... Да, все. А почему, ну, по идее, это же время, когда нужно позвать родственников, там, вот это все. Я не вижу в этом смысла. Родственников я могу позвать просто в гости после свадьбы. Вот. Как никях. Можно на никях пригласить, на сам никях. Два почитать, посидеть, пообщаться пару часов. То есть вот это вот затратная история, да, связанная со свадьбами. Просто как бы я разные истории знаю про свадьбы. И ты знаешь, для меня стало открытием, но не то чтобы открытием, а такой новостью, что очень многие прям влезают в долги страшные, чтобы провести свадьбу. Я прям, прям вот знал, что заказывать чуть ли не топовых операторов, фантографов, там, зал и все. А оказывается, что это просто в какие-то долги страшные, то есть потом все это отдаваться. Вообще, вот как ты думаешь, в чем проблема вообще? Почему? Зачем это делать, если ты можешь сделать там простенькую какую-то свадьбу без особых там потерь и выйти как бы до свидетельства? Вот для чего ты думаешь это? Ну, почему такое происходит? У разных людей разные потребности. Может, у этих людей именно есть потребность показать себя, показать, как-то пригласить, побольше гостей, поставить максимально дым, снег, украсить все. Может, для них это действительно важно? Ну да. А если бы не было важно, не делали. Вот для меня это не важно, допустим, я не буду делать. А если для них это важно, я знаю, что многие относятся к свадьбе, это как к событию всей жизни, наверное, я не знаю, особенно родители, что это ты, что свадьба, это же нужно. Для меня это просто. Может, потому что я очень много свадеб отснял? Ну, ты знаешь, мне кажется, это не то, чтобы прям из-за того, что ты много свадеб отснял, просто это как бы, ну, обычай же старый, да, и, как правило, раньше у нас это было прям событие. Сейчас наше общество все равно трансформируется, ну, в любом случае, да, то есть мы где-то что-то меняемся. Я вот, допустим, этому обычаю торту я так и не привык, то есть я не понимал, почему этот торт, то есть что он значит, и я никогда не понимал, знаешь, когда вот торт начинает кормить, это так максимально неловко всегда. Вот я не понимал, почему это у нас обычай этот есть. Я до сих пор не понимаю, если честно. Особенно, когда кормят, вот у Анашки там где-то здесь остается, я не знаю, крайний случай я всегда советую просто подарить эти тарелочки, поцеловать руки с тортом и все, обняться и сфотографироваться. Сфотографируются красиво с этими кусочками. Потому что, ну, то есть я думал, я один такой вот в этих размышлениях находился. Это, ну, распространенная история. Так, ну, смотри, значит, в принципе, по славянам понятно, да, эта тема такая особая и еще такой момент есть, да, который хотел с тобой обсудить, касаемый путешествий. То есть для меня, для меня этот момент, он очень важным и, в принципе, недавно стал. То есть я, как бы, сколько вот себя помню, я всегда думал, что путешествовать надо обязательно. То есть надо выезжать, выдвигаться, все. Но первый раз в такое нормальное такое путешествие я в восемнадцатом году поехал. Там в начале. Один. Специально, чтобы путешествовать. Я знаю, что ты тоже ездил в путешествии в Норвегию, да? Скажи, пожалуйста, как, вот, дай совет людям, как можно из Крыма взять и куда-то поехать. То есть, не то, чтобы взять и поехать, а вообще решиться на это. Потому что, ну, я не говорю о том, что там, ты, условно говоря, не женат, ты там, свобода, да ничего подобного. У всех проблем вот так, все завязаны по горло. То есть, это вопрос желания и чуть-чуть возможности. больше желания, я так думаю. Ты как-то вообще на это решил? Почему Норвегия вообще? Я был не только в Норвегии. Ну, Европа. Из последнего, да, это Норвегия. Вообще, с детства, в детстве, я как-то, не знаю, в один день решил, что я хочу путешествовать. Я не знаю, может, какая-то передача на меня повлияла. Вот, решил, я хочу путешествовать. Что для этого нужно? Для этого нужно хотя бы немного зарабатывать, да? Немного зарабатывать я начал. Теперь зарабатываю, зарабатываю, а путешествий почему-то нет. В один день я решаю, если не в этом году, то когда еще? А это какой год был примерно? Так, это где-то шестнадцатый год, наверное. то есть тебе уже было сколько? Лет 25, да? Да, 26. Решился, купил билеты, но самое сложное для меня было уговорить родителей, что я уезжаю, я один в семье, поэтому за меня очень беспокоятся. Да, есть такое. Я решился, и мы поехали. Ну, это кто? Так, шестнадцатый год, я ездил с друзьями, из Саняка. Давай про Норвегию расскажи. Давай про Норвегию. Я знаешь почему? Просматривая твои фотографии из Норвегии, вот этот снег для меня всегда был как бы вот больше, чем пляж. То есть я родился как бы в декабре, и я родился в таком месте, которое было полностью заснежено, там всегда был снег, всегда горы. Поэтому для меня снег, горы, это вот что-то прям магическая история. И просматривая твои инстаграм, я понял, что ты поехал зимой, да, ну, относительно, когда был там снег, такая погода довольно-таки суровая. И вот это вот минимализм, он по-другому по-своему воспринимается, вот вообще ощущается. Вот расскажи про этот опыт вообще, как вот это было, как ты решился вообще, как бы там поехать? Решился вообще, получилось так, что я увидел, что из Херсона открыли рейсы Рионер, это лоукостер, в Краков. Потом я посмотрел из Кракова в Ост-Аизмилеты, посмотрел цены. То есть прямого не было? Нет, прямого не было. Цены 800 рублей из Херсона покупаешь билеты, все. А за какое время ты это купил? Получается, за месяц примерно. А, то есть вообще времени отказаться не было, да? Не было. Потом, как купил билеты, я говорю родителям, я уезжаю. Куда? Как? Коронавирус? Куда? Нет. Я говорю, если не сейчас, то когда? Дальше еще что-то, дальше там. Коронавирус уже был? Вот, да. Он же начался с февраля в Китае. А, европе он? Вопросов и это так. А не думаешь, думаешь. А это тянуло, да. То есть, интуитивно, а ты же не первый раз поехал, ты уже знал, как нужно, подготовлен был. получается, дела закрыл, билеты на руках, билеты ты дешевые купил, да? Да, дешево, 800, всего перелет в одну сторону, 1600 рублей обошелся. 1600 рублей, нормально. Так. Нормально, когда ты летаешь в Норвегию, покупаешь шаурму за 800 рублей. Нормально. Нет, это другая история. Ну, смотри, то есть, получается все, ты взял билеты, поехали, добрались, но у тебя же в Норвегии не было там родственников, да? Нет, 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 никого не было. Норвегия, значит, ты никого там не знаешь. Никого. Ничего не бронировал. Ничего не бронировал. А это особый такой экстрим? Я скажу, это первое мое путешествие, к которому я не готовился совсем. Вот совсем. Я поехал просто с билетами на самолет и с деньгами. Все. Обычно к путешествию я готовлюсь. Я заранее бронирую отель, заранее смотрю, откуда-куда поехать, сколько это будет стоить, бюджет рассчитываю. Вот прям все, все детально. А это то путешествие, которое я вообще, потому что я обрабатывал фотографии вот прям круглыми сутками. Последний день я чуть в обморок не упал, когда я отдавал эти фотографии. Я хотел это все отдать. То есть уже прям передать? Я, да, вот подъезжаю в Симферополь, у меня в глазах начинает темнеть. Я понимаю, что я уже переработал. А ты не мог сказать, Руслан, ну, Руслан, посмотри там, порешай вопросы. Не знаю, я привык, что я должен сам все делать. Я не могу кому-то, я могу доверить, да, но я знаю, что я сам сделаю, я буду спокоен, что это так, так, так. Так, ну, смотри, получается, а это не было там каким-то челленджем для тебя? Было, было. Ну, ты же мог там, ну, все равно как-то подготовиться, если при желании. При желании, да. Ну, я решил, вот поеду так, хочу так поехать. Опыт. Жены нет, ответственности нет особой. Да. Ты один, рядом друг, который тоже такой же. Все, поехали. Что будет, то будет. Да. Выживем. Да. Ну, вот ты приехал, получается, ну, незнакомая сторона, да? У тебя английский нормальный? Более-менее, достаточно. Объясниться можешь? Да, объясниться могу. То есть, вот ты приехал, а как вот такси, номер, отель, куда, вот что? Все, у меня есть прекрасная штука, называется travel sim. Это sim-карта с интернетом. Один мегабайт стоит один цент. Вставляешь travel sim, так, набиваешь в аэропорту. Как доехать до Осло? Аэропорт лоукостерный, который в Осло едет, 120 километров. И читаешь. Официальный автобус, там, 32 евро. Можно поехать с поляками, 25 евро. Гидов достаточно в интернете. Это все прочитать, ты уже будешь знать. Подходишь к полякам, говоришь, go to Oslo, yes, sit down. Оплачиваешь, там, кстати, все можно, карты, Apple Pay, подошел, пик-пик. Отвечем, какую карту тебе? У меня карта Kiwi, виза. Ну, да. Да, я ей оплачивал. Только она была, да? Да, только она и наличка. Я без налички не выезжаю никуда, потому что всякое может быть. С собой ты брал сколько денег? С собой я брал, сразу скажу, что дурак, взял 700 евро и где-то около 40 тысяч на карте рублями. Ну, 700 евро, это же мало вообще. Мало, да. Ты же едешь туда, где они печатаются. Вот именно, что я не провел работу, домашнюю разведку, сколько там, что все стоит. Но я приехал, да, и я в шоке. Так, вот смотри, получается, ты приехал, а эту сим-карту ты где купил вообще? Сим-карту я купил еще с прошлого путешествия в Киеве, в аэропорту я купил. То есть они продаются? продаются, это не проблема. Так, значит, ты приехал день, ночь был? Мы, смотри, как было. Полетели в Краков, в Кракове переночевали. Отель сняли, да? Да, отель сняли, и утром из Кракова перелет в Осло, мы где-то после обеда уже были в Осло, уже ближе к вечеру. А не было такого, ну, мандража немножко, когда там темнеет начинает, еще вопросы не решены? Или там все светло, все понятно? Не то, что все светло, все понятно, просто интересно это, вот опыт такой, экстрим. Ты едешь, как мы заселялись в отеле, это отдельная история, там отеля никак у нас, рецепшена нету, ты приходишь, как это происходит у них, тебе скидывают по букингу код, кодовый замок, идешь в супермаркет, там у них специальные ячейки, набираешь этот код, берешь свой ключ, идешь в квартиру, и уже сам заселяешься. То есть ты ни с кем не общаешься? Ни с кем не общаешься, ты сам заселяешься, сам выселяешься, мы-то этого не знаем. Приехали, ничего не знаешь, нужно заселиться в отель первым делом, да? Нужно заселиться в отель, по навигатору, приезжаешь туда, а там просто многоквартирный дом, этажки, ты заходишь, ну, как обычно, мы привыкли. Обычная этажка? Да, обычная этажка, мы привыкли, рецепция, там тебе выходят, hello, hello, ты заполняешь анкету, тебе дают ключ, кот в подъезд, не знаю, подождали мужика, он зашел, мы за ним зашли, а дальше что делать? Дальше что делать? Не знаю, ищем, ходим, ходим, там четырехэтажный дом, по-моему. И никого? Никого. Сели в холле, в подъезде, сидим, девушка одна идет, раз лифт заходит, я за ней захожу, и мой друг за ней, я такой, hello, ну, и объяснил ей, что мы здесь хотим жить, ну, у нас вот отель, показываю ей букинг, она такая смотрит, так мы же здесь живем, она говорит, они тоже постояльцы этого отеля, я говорю, а как нам вообще заселиться, она поехали со мной, мы подъехали, выходит ее подруга, объяснила, что мы... Поехали на лифте? Да, на лифте. Подтуда же поехали? Поехали, поднялись на лифте, подруга объясняет, что нам нужно пойти в супермаркет, там получить свой ключ, и заселиться. В итоге она нас отвела, мы получили ключ, и она ушла по своим делам, мы возвращаемся в отель, а этаж-то мы не запомнили. Идем мы такие с ключами, подходим к двери, крыт-крыт, не открывается. А там обычный ключ, да? Да, обычный ключ. Не, не, обычный, это обычная квартира, трехкомнатная квартира, и по комнате разделено, и кухня общая. А, вот так вот? Как общага получается? Да, как общага. А сколько она стоила? Она стоила ночь, пять тысяч рублей, там комната где-то... Пять тысяч рублей ночи? Да, пять. А, ну комната два на дваная, вот там одна кровать просто... То есть ты на свои 700 евро вот так смотрим, вот первый день приезда. Да, и такой... Селял, как вы? Так, ну получается, вы сняли ее на ночь, да, было? Да, на ночь. У нас был план. Осло сам по себе не очень интересный город. Да, архитектура интересная какая-то, но мы ехали за природой. Посмотреть фьорды, посмотреть вот это все интересное. А это нужно ближе к северу или в сторону города Берген. Вот я решил, что мы поедем на поезде, вместе с Русланом решили. Билеты не купили заранее, это тоже ошибка. Заранее билеты стоят в два раза дешевле. Через приложение? Да, все через приложение. А ты как бы знаешь, что есть приложение? Да, я знаю, что я там же уже скачал это все, смотрел. У меня каждый день был такой. Каждый день вечером я сижу, ищу отель и билеты подешевле. Пару часов. А это не отвлекало тебя от этого состояния, когда нужно тебе было посмотреть по сторонам, то есть понять, где ты находишься? Нет, я разделял. Я понимал, где я нахожусь, я гулял, а вечером я приходил, у меня была миссия на завтра найти там жилье, найти где покушать. А Руслан в это время спал, да? Нет, он тоже помогал, пытался. Он переживал рядом, да? У меня немного опыта побольше, поэтому я искал. Так. В общем, вот так, заселились мы. А, ну вот дверь открыл китаец нам, мы оказывается не туда попали. Пошли выше, заселились, все нормально, пожили. Поехали мы на поезде дальше, к фьордам. Поезд стоил 90 евро, это примерно 500 километров пути. Едет он через горы, поднимается в гору, там прям какой-то северный полюс, там дома в снегу по крышу. 500 километров? Да. Ну это получается, у них еще зима в это время, да? Полноценно. А вы там тепло были одеты? Ну да, как по-крымски тепло. Нормально. Нормально. Вообще советуют Норвегию ехать летом, но так как летом я снимаю свадьбы, осенью я снимаю свадьбы. А почему летом свадьбы? А потому что там погода хорошая. Я тебе скажу почему. Ты едешь на водопад, распиаренный такой, прям водопад, и прям ждешь, сейчас мы выйдем, там такой водопад. Выходишь, а там голая стена такая, скала, и водопад замерзший. Нет, вот уже очевидность зимой. Ну, нам не было очевидения. То есть вы это потом поняли? Да, мы потом поняли это. А, ну подожди, раз водопад ты видишь, значит у тебя были какие-то места, куда ты планировал? Нет, это уже по ходу дела. Мы смотрели, куда ехать, сколько это будет стоить, хватит ли нам денег. Все, вот так, ну планировать. А у тебя не было такого запасного варианта, что ты там позвонил, там, алло, баба, там, полтенник, кинь на карте, на кинь. Конечно, есть такой вариант, но я вот взял столько, все, распланирую бюджет так, чтобы тебе хватило этого. Слушай, ну ты же нормально зарабатываешь. Почему у тебя не было желания взять с собой нормально денег? Это неинтересно. Ну как неинтересно? Все, я взял столько денег, все, я должен вернуться. Нет, ты вернешься по-любому, тебя никто там не оставит. Просто, ну, знаешь, это как когда ты в новом месте, вообще неизвестные места, но ты хоть должен знать, что у тебя есть какая-то вот такая вот план Б, скажем так, условно говоря. Но это интересный мой челлендж. И Руслан тоже так же взял. Да, Руслан тоже так же. То есть вы 2 тысячи вручки. Да. Это мы еще меняли в обменнике, там, рублей у нас что оставалось, вот там, 2-3 тысячи рублей, чтобы вот на всякий случай... Это мне в сторону все потяло. Ну так, чисто. Подать, да, бомжер. Чтобы до аэропорта доехать. Ну смотри, вот, условно говоря, да, ты сам, отлично ты сам. Обычно, когда люди представляют себе путешествие куда-то, они представляют его какое-то распиаренное место. Эйфелевая башня, там, пирамиды Гиза, там, и так далее, и так далее. Почему ты решил поехать, ну, условно говоря, на природу? Ответ простой, потому что я был на Эйфелевой башне уже. А, то есть, теперь у тебя глаз замерзли, да? Я много где, да, был, вот, в этих похожих местах, и мне захотелось другого опыта. Я захотел посмотреть именно природу, увидеть своими глазами то, что я на картинках смотрю, и мне прям вот мурашки по коже, я думаю, вот я поеду и сам хочу это посмотреть. А там не в снегу все было прям заснежено? Нет, нет, не все. Вот там на высоте, где гора, там в снегу, да, когда спускаешься вниз, там уже озера, они подзамерзают, но к обеду они тают. То есть, видно пейзаж? да, пейзаж, конечно, видно, но это, такие ощущения прям очень сложно передать словами. Когда я смотрю истории, вот мне плохо, допустим, мне проходит. Я вчера смотрел твой инстаграм, но думаю, просмотрю, и это их раньше видел, потому что я смотрел, я лайки мои стоят, потому что я их раньше стоял. Но даже просматриваю инстаграм, я понимаю, насколько это прикольно, классное место, вот реально. И когда едешь в путешествие, опять же, да, то, что ты закончил свои все дела, то есть, ты как бы отпускаешь, да, себя. И ты можешь, ну понятно, что у тебя есть такая какая-то логическая, да, проблема с логистикой, там, что-то куда-то проешать, но вот этот сам момент, когда ты идешь по новому какому-то месту, да, в этом момент это интересный. Очень интересно. И я вот в Париже не был, да, ну, и в Норвегии не был, условно говоря, но мне почему-то кажется, что вот энергетика большого города и большой природы, они вот совершенно разные вещи. То есть, вот смотри, вот поехали вы там туда, да, вот проехали 500 километров, вы там тоже сняли жилье, правильно? Да, мы останавливались в селах, в поселках, там у озера поселочек, да, какой-то небольшой. Везде есть гостиницы, все есть? Не то, что гостиницы, там дома местные сдают, допустим, первый этаж или одну комнату. Мы вот у тетеньки снимали. Просто шли? Первый этаж, нет, смотришь, Airbnb или Booking. Все это работает, Airbnb или Booking, ищешь, цена, качество, отзывы читаешь, все устраивает, бронируешь, ты приезжаешь, hello, hello, и тебе рады, там очень такие люди. Люди все нормально, да? очень классно. А вы кушали их еду? Их еду именно, но если шаурму назвать их едой. Шаурма? Да. Они шаурму готовят? Да, шаурма есть везде, в любой точке мира. То есть вот это в лаваше? Да, шаурма везде, вот Париж, Рим, Милан, Венеция, Норвегия. Это, ну, стритфуд, самая дешевая еда. И она строит, сука, 800 рублей, вообще невкусная, ужасная шаурма. Просто пластиковая? 800 рублей. А, я так понимаю, вы там в какие-то кафешки, вы не захотите? нет, нет, мы планировали, конечно, мы когда ехали, так, там, киты, да, китов попробуем, туда-сюда, рыба, у них рыба доводится. Мы один раз зашли в кафе, просто посмотрели цены, чтобы нам более-менее покушать, вот, на одного человека, минимум 3000 рублей, вот просто перекусить. Это сколько в евро? Ну, в евро. смотрели цены до 50 евро. у них своя валюта, навешивая крона, да, желательно сразу обменять, кроны. то есть, евро они не принимают? Не принимают совсем. Это же дополнительная проблема. Да, доходят. А с киви ты мог напрямую платить? с киви можешь, там уже конвертация, там, там, есть хорошая конвертация, более-менее. Потому что я когда я сделала, выручала. адекватно, не грабительская, скажем так. Ну, слушай, ну, интересно, и вот смотри, получается, вот, когда у тебя начали заканчивать деньги, ну, то есть, по ощущениям, ты понимал, что, вообще-то у тебя было какое-то время отлета? Да. То есть, у тебя был и туда, обратный билет был. То есть, вы знали, что вы там, ты куда-то шла, а билет обратный был с Польши? Да, с Польши. То есть, вам нужно было обратно в Польшу вернуться? обратно в Польшу, из Польши в Херсон. Скажи, какой у тебя, ну, был какой-то такой интересный случай, который прям запомнился на всю жизнь? Случаев было много. Я расскажу не про Норвегию, я расскажу, наверное, про Милан. Там мы были вот с Иджи Лилом. Мы из Милана должны были ехать в Рим на автобусе ночью. Ну, перед автобусом хотели покушать, ну, решили тоже такой шаурме, что-то. Я захожу с Иджи Лилом, говорю, ты, отравимся, может, не будем такое рисковать? Говорят, да не, нормально, видишь, и там алжирцы или не знаю кто. Ну, мы стоим, 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 ждем, я заказал себе шаурму какую-то, он курицу, стоим, ждем, там какие-то разборки начались между ними, между местными, да. Какой-то толкатня, этот, вот это шаурмой мясо, которое есть, оно падает на землю, его поднимают, обратно вставляют, и дальше там разборки, потом нарезали. А вы заплатили, вы ждете? Ну, мне до уже успели сделать, поэтому я был более-менее спокойен, но я не уверен, что до, оно то же самое не было. И потом я говорю, срочно нужно кока-колы, купи, все это запить, чтобы оно его растопило. И вот так вот. Доехали нормально? Ну, доехали средне, потому что мы в час ночи оказались в таком неблагополучном районе Милана, на автовокзале. Автобус наш опоздал на 2 часа. Представь, мы где-то до 3 ночи ждали автобус, приедет он, не приедет. Интересный опыт. Что вообще будет с нами? Ночь, вокруг там как раз беженцы, я не знаю, кто там лежит, спит. То есть такая интересная история была. и мы такие сидим, лимонад. Ну, переживали, да? Ну, больше холодно было, ну да. Ну, неприятно, конечно. Ну да, такое неприятно, мы ждали, думали, вообще переживали, приедет ли автобус вообще нам в Рим ехать, нам уже там забронировано все. Ну да, да. У нас из Рима потом вылили. А коммуникации как бы нету, да? Нету ничего. Кому-то позвонить, что-то осенить. Это фликсбасс. Ну, смотри, у тебя же получается уже опа, да, какую-то определенную на капюса. И вот из Норвегии, ты получается, а не было такого опасения, что вы же там на попутках ехали, или автобусы? Автобусы. Там вот логистика очень круто сделана. Автобусы, поезда, хоть и страна вот так, горы, 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 скалы, но логистика просто прекрасная. По туризму он же уже сделан, как бы, там уже все решено по туризму, как бы, поэтому я думаю, что у них все нормально. Скажи, пожалуйста, вот для тех, вообще для всех, почему надо ездить, путешествовать? Потому что ты открываешь, я просто расскажу свое, ты открываешь, да, фотографии, которые ты смотришь, и ты становишься счастливым. То, что ты там был, ты это видел. То есть вспоминаешь? В первую очередь для этого, да. Остальное, да, конечно, ты развиваешься, ты видишь разные вещи, разные бизнесы, может, у тебя в голове что-то раз отложится, ты начнешь этим заниматься здесь. Ты видишь разных людей, разные менталитеты. Ну, у тебя было такое, что ты с поездки приехал, у тебя в голове что-то поменялось? Да, с каждой поездки однозначно что-то меняется, однозначно. Вот с каждой поездки что-то у тебя меняется, ты переосмысливаешь некоторые вещи, ты на мир смотришь немного по-другому. И знаешь, вот иногда я думаю, даже умереть уже не жалко, то что ты видел вот это, ты уже видел то, все там, что происходит. Ну, а ты к этому вопросу философски относишь вообще? К смерти? Да. Да? То есть, что там, да? Ну, неоподел. Он был, Владимир, да? И в итоге ты сколько потратил? Ты свои 700 евро эти потратил? Да, 700 евро и 30 тысяч рублей где-то я потратил еще. И у меня еще остался вот на обратный путь, на всякий случай, мало ли что. учитывая, что как бы ты поехал не в самую дешевую страну, ты еще в видку отделался, да? А не было такое, что в супермаркетах там какие-то покупают, какие-то там ползаготовки? Обычно так люди питаются? Да, мы так и начали делать. Мы пошли в супермаркет, купили вермишель. А было что варить? Где варить было? Кстати, да, вот жилье, где мы снимали, там везде есть кухня, немаленькая, посуда из Икеи, вот все прям чистенько, аккуратненько. Вообще дома, там мы снимали частные дома, по этажам получилось так. И не считая вот эту вот квартиру в Осло, не очень хорошая квартира. Ну, такой опыт был. А вот дома у тебя две спальни, у каждого из нас по спальне, кухня, мы готовили вермишель. То есть это апартаменты уже, по сути. Вот владелец нашей гостиницы еще в аренду автомобиль издает. Ну, кстати, был опыт такой в вождении? Да, да. Я на свой страх и риск взял автомобиль. Как там происходит аренда автомобиля? Я такой подготовил паспорт, думаю, сейчас данные заполнять. Выходишь, мужик, 40 евро ему даешь, говоришь, что там? Нет, все, вот вам ключи, вот супермаркет, вот там оставить, как закончите. Я потом как-нибудь заберу машину. А ключи где вы в машине? Да. Машина открыта? Он тебе дает машину, все, садись. А какие-то данные, говорю, паспорт, не, не, ничего не надо, все, езжай. А если ты на нее уедешь? Не знаю. Дальше они не думали. Да, все. И ты нормально поездил? Да, я поездил, оставил возле супермаркета, потом мы там остались на автовокзале и смотрели. Машину еще на протяжении трех часов никто не подходил, не забирал. Ну да, он же не может прям минуту в минуту приехать, забрать машину. То есть этот опыт ты тоже попробовал, да? Но это же тоже интересно на машине поездить. Очень интересно. Я теперь решил, если я поеду в путешествие, обязательно брать автомобиль. То есть 40 евро это в день, да? Нет, мы брали на 2 часа. Там какая система? Час 20 евро с топливом уже включено. То есть ты топливо не заправляешь. Сколько евро? 20 евро час. Или 60 евро сутки, но топливо твое. А топливо дорого стоит? Топливо, да, 2 евро литр. Получилось так, что нам нужно было уже уезжать, но мы очень хотели попасть на одно место, до которого ехать примерно минут 40. Это смотровая площадка на фьорде сверху, если ты смотрел видео, там вот сверху. Да, да, да. И там поднимаешься в гору по серпантину, похлеще, чем наш крымский. Вот там узко-узко и там вот так, вот так, вот так поднимаешься. Мы на машине поднялись, вышли, погуляли, вернулись, оставили машину и все, уехали со спокойной душой. Мы прям хотели туда попасть, мы думали, как мы туда попадем? Автобус стоит дороже. Автобус стоит 32 евро, там всего 20 километров ехать на человек. А у нас получилось за 40 евро мы съездили на своей машине. А что за машина была, Марко? Ауди А4. А, нормально. Да? Пойдет. И что, когда следующее путешествие? Следующее путешествие как можно скорее, к сожалению, не знаю, когда откроют границы. Ну, Турция же открыта, не хочешь? Турция мне интересна, но возможно, не знаю. Ну, в Америке можно ездить, да? Да. То есть, в принципе, есть такая история, что когда начал ездить, уже потом все время... это наркотик. Ты начал ездить, ты все уже, ты только приехал с одного, ты уже думаешь, так, куда в следующий раз поехать? Ага, вот эта страна прикольная. А вот этот город, смотри, интересно. Ну, ты что-то присматриваешь? Да, конечно, у меня уже список на 10 лет вперед. Красава. Ты его не выкладываешь нигде? Нет. Следите за историей. Я понял. Ну, в принципе, все. Савва с ним. Я думаю, что этот... Вообще, ты знаешь, вот этот вот опыт путешествования, ну, он очень нужен нашим. Ну, реально, потому что все настолько зашиты в своих делах. Я вот, когда поехал сам, я тоже обо многом об этом подумал. Ну, реально, вот, ходишь и думаешь, думаешь, я во Рьвов поехал, я недалеко поехал, но я там много прям ходил. Я там по 20 километров наматывал, то есть за день пешком. И это был такой интересный опыт, тоже, так, знаешь, подумать, походить, специально никому ничего не сказал, вообще никто не знал, только жена знала. А... И вот такой интересный опыт был. И, ну, конечно, я думаю, что в такую Европу там поехать, там, вот именно вот так не планирую, это вообще отдельная, отдельный свой кайф. Интересны не только места, но и люди. Мозги, да, работают по-другому? Да. Вот они как включаются. Конечно. То есть ты... Шестеренки начинают... Понимаешь, да, в чем разница? Вот есть люди, которые живут вот по 20, 30, 40 лет, вот в одном месте, вот в одном городе они никуда не выезжают. То есть мозг настолько атрофируется, деградирует, что он, ну, представь, да, он даже не думает. А то ты попадаешь в какую-то страну, где там темнеет, ты в каких-то горах, то есть мозги начинают включаться быстро. А ты технику брал с собой? Технику... Так, в Норвегию... Нет, в Норвегию не брал, я брал с собой, когда ездил в Италию. После этого я решил... Груз, да? Согласись. Это груз, ты переживаешь, у тебя в рюкзаке почти 300 тысяч лежит. Да, да. И, знаешь, я сделал, ну, не знаю, фоток 20 за все на недельное путешествие. 100%. Потому что есть смартфоны, можно поснимать видео, фото этого достаточно. 100%. Потому что я для себя тоже это вот сделал, я полный рюкзак взял техники. В итоге я боялся его достать, потому что везде же палят. Да, да. Я как раз был на ярмарке на Рождественской, и потом я когда уже в номере смотрел свой рюкзак, у меня начал джигратор, я смотрю, у меня его открывали, понял? А я специально блокнотик всякую фигню поставил спереди, чтобы просто проверить. И, знаешь, я был все время на чеку, вот все время. То есть я такой именно ходил, и все равно как-то проверили, понимаешь, мои рюкзаки. Я думаю, да зачем надо? Я там реально взял объективы, там все-все нагрузился. А, это лишнее. Я для себя взял телефон и вперед. Ты уже меньше кайфуешь, ты думаешь. Надо отпустить ситуацию и просто кайфовать. Ладно, Сауаскин, еще это, ну, куда-нибудь поедешь, хоть напиши там, типа, есть желание поехать. Приятного.